Маша одела тапочки, ого! Доброе утро! У нас дождь. Маша мне попросила отвезти её на учёбу, потому что мокро и неприятно. Хотя она так хотела, чтобы уже похолодало. Маша, ты довольна? Нет! Опять недовольна, ну... Что за музыка играла в начале влога? Вот. Я, наверное, тоже себе такие тапочки куплю. От твоего комбинезона. Не, они очень... Что? Скрипят. А, ну буду как динозавр ходить ночью. Люблю холодную породу. Потому что ты надеваешь на себя все самые тёплые шмотки, выглядишь как бомж, можно спокойно выглядеть как бомж, потому что, типа, это незаконно, а ты просто подходишь к всем, как лишь то, что мне холодно. Всё. И у кого же нет никаких аргументов, потому что ты мерзнешь. Да. Ну, я, если честно, редко вижу такие аутфиты на людях, чтобы они выглядели реально стильно, но при этом у них не была там, я не знаю, голая шея, которая мерзнет, или там, вот там, ножки голые внизу под джинсами, или ещё что-то. Вот человек, который, видно, что одевался сейчас по стилю, видно, что он сейчас мерзнет. Потому что там, как бы, для стиля не хочется застёгивать куртку, надо распахнуть, чтобы видно было свитер толстый, вязкий, как ветерок продувать через эти вот все дырочки. Короче. Нет, ну я не спорю, может быть, есть такие варианты аутфитов, когда, типа, всё закрыто, всё тепло и всё такое, но я очень редко такое встречала, очень. И сама не умею, если честно. Я если одеваюсь тепло, то я выгляжу, как 8-летний ребёнок, которого ушушкивала мама. Да. Мама! А до скольки лет ты меня одевала? Ну, типа, решала, что мне одеть. Подумай. Мне интересно. Я не думаю, лишь до 9. Серьёзно? Нет, не знаю. Коротко о том, что помнит моя мама о моём детстве. Ладненько. Я пойду, наверное, буду застилать крова, одеваться, или я не знаю. На самом деле, меня мама повезёт на пары, поэтому мне, как бы, некуда теперь спешить. Кстати, надо посмотреть, сколько по времени нам ехать. Ого, показывает 27 минут ехать. Это из-за пробки у нас возле дома. Она, конечно, может ещё рассосаться до того времени, как нам надо выходить. Я вчера сделала маску для волос. Ещё одну. Извини. Она была из кокосового масла просто. Я не знаю, сейчас я высохну, я надеюсь, она у меня смылась. Не трогай. Я не знаю, как моего. Прости. Я не сожала. Сроки уже прошёл. По-правильному, мне через 5 минут надо выходить, чтобы я сама успела доехать. Понятно, у меня не осталось выбора. Да. Потому что я уже выпила в огне, ты тоже, а вы? Классные тапочки, я тоже такие хочу. А где ты их покупала? Да, мне бабушку подогнала. А, нет, я у бабушки спёрла. А вы знаете, что яйца нужно обязательно мыть перед тем, как что-нибудь из них готовить? Маша, тебе с собой бутик сделать? Только так у реального бати. Пожалуйста. Я не хочу обычный. Это какой? Да, ребята, сейчас будет реклама. Но это реально прикольный канал, на который я вчера залипла. Он очень смешной и весёлый. Всем привет от реального бати. Сейчас столько влогов про семьи и взаимоотношения, но обычно их ведут только девушки. А вчера мне попался канал реальный батя. Молодой папа Лёша по прозвищу Хью, показывает, как справляется с двумя детьми в отсутствии жены. Там и юморные скетчи в семейной жизни. И забавный мопс по кличке Пузырь. А иногда и тёща. Короче, не соскучишься. В каждом новом выпуске может произойти всё, что угодно. Следите и подписывайтесь на канал реального бати. Ссылка в описании. Довольный отец шагает вперёд. Довольный отец идёт есть компот. А вернее он пьёт компот, компот. Довольный отец он так ведь живёт. Ты рада? Ты наконец-то дождалась, когда ты оденешь свитер. Я тоже, кстати. Да нет, я типа не особо-то ждала, чтобы его одевать на самом деле. А, да? Ты всё уже передумала? Ну просто есть ещё одна вещь, которую нам ещё не видели. А чё ты постоянно гладишь и стираешь, стираешь и гладишь? А мы готовы выводим. Нам надо навести порядок с обувью там. Что? Навести порядок с обувью нам надо. А, ну да, надо. Босоножки спрятаны. Ключи твои. Это не мои, мне кажется, это твои здесь. Ой, обшикнуться, обшикнуться. Сейчас. Да? Да. По традиции кадр в лифте. и каждый раз делаю кадр в лифте. И в последнее время у меня сториз только из лифта, кстати. Как у тебя всегда сториз из лифта. Ты утюг выключила? Да. О, блин. Чушь. Блин, ещё два дня назад Яна... Я, наверное, так подула. Если бы тут стояла ближе машина, я бы угрела её со всей дуэрой дверью. Хорошо, что она не стояла ближе. Да. На этом я буквально два дня назад загорала. Я решила себе телефон поменять. О, это правильное решение. 6С уже. Хорошо. О, какие вы глазастые, ребята. В каком-то из блогов я гладила, и вы увидели, что... Хотя этого было невинно, я не знаю, как вы поняли. Я снимала себя вот так и говорила по телефону вот так вот. А второй телефон лежал у меня. Я там влог смотрела. Они даже увидели, какой влог я чей смотрела, и что у меня два телефона. Ну, потому что в кадре всегда видят один. Да, сейчас у меня два. Один старый машин, пятый айфон, потому что тут карточка другого оператора, он лучше ловит в Киеве. Кстати, ходили слухи у Вилсакома там, что айфон хотят выпустить на две симки. О, неужели? Может быть, конечно, он простебался, потому что я не очень внимательно смотрела то видео на самом деле, но на фразе айфон на две симки собираются, я такая, что? Я смотрела Вилсаком недавно обзор на девятый Самсунг. О, как он мне нравится. Да, Самсунг вот этот восьмой и девятый. а, ну, такой поменьше, не хочу большую лопату. Ага. Офигеть, я прям сейчас очень горю желанием такой себе телефончик приобрести. Ну, наверное, в следующем месте, скорее всего, не в этом, а вот в следующем. Угу. Потому как стеклышко треснуло. Пора менять! Да нет, ну, мама на самом деле уже так сильно тормозит, я не знаю, вроде бы ничего сверх естественного. Она с ним не делает, но почему-то он мне какой-то... У нее самое начало глюканутый, я вам скажу. Типа такое впечатление, что, не знаю, с ним изначально уже что-то было не так. Точно никакой-то. Да, и мама еще когда только его, типа, забрала из магазина, купила все дела, она сразу начала не пользоваться, ей сразу начало не нравиться, потому что он сразу меня подтормаживал в каких-то местах. Не прям, ну, сильно, как бы, но я брала телефон в руки и понимала то, что новый iPhone не должен вот на каких-то мелких вещах так странно работать. Не каждый раз, это было редко, но все равно это так прилически и сейчас он у меня зависает. Бывает раз, не могу впечатлить. Ну, сейчас уже не странно, потому что, во-первых, у тебя там куча всего хлама всякого накачано на самом деле. Ну, что я не накачала вообще, что у меня там накачано? Ну, ты вот так, я у тебя листаю, тебе три рабочих стола приложений. Ты хотя бы их по папкам фасуши. Все нужное. Так почему по папкам не фасушишь? Ты сразу сказала, в iPhone памяти экономится, когда фасушишь приложение по папкам. А, ну, это Samsung, потому что. iPhone или Samsung? Пишите в комментариях. Ого. Вот это ты сейчас войну запустила. Я знаю. Я знаю. Я всегда... Нет, если выбирать между последними iPhone и последними Samsung, я не буду. Нет, 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 нет. Я не буду выбирать на самом деле. Мне те и те нравятся. Ну, я не буду сейчас говорить про iPhone XS и так дальше, вот эти новые, потому что я толком про них -то еще обзоров да и не смотрела. Я не знаю, какие там фишки у них новые. сомневаюсь, что их много на самом деле. Но iOS 12 я себе уже установила. Работает хорошо, ничего не зависает. Нравятся док-функции, которые появились. И все. Так. Возможно, через какое-то время я поменяю на 8+. Были мягкие мысли. 8+. Да. Зачем? Тебе мало места и так все время он в руке. Я просто держала в руках короче одного друга 8+. На самом деле типа он говорит ты привыкаешь ну там за 3 дня к тому, что он настолько типа больше, чем предыдущий. не берет. У меня был самсунг 7 большой, который бабушке отдала. Но мне это было неудобно, я за год к нему не привыкла. Будь большой, пальцем никуда не дотянешься, только двумя руками нужно все делать. Ну не знаю, посмотрим, короче. Пожалуйста, сделайте такую штуку, отпишитесь и подпишитесь и нажмите заново колокольчик. Потому что многие пишут, что не приходит не то, что уведомления на телефон, даже в ленте не высвечиваются новые видео, что нужно только на канал зайти. Поэтому, если вам не сложно, отпишитесь от канала, подпишитесь заново и нажмите еще раз колокольчик. И как раз проверим, будут ли приходить уведомления. И потом в следующем видео пожалуйста тоже в комментариях пришло уведомление или не пришло в ленте. Короче, как это сейчас работает. Потому что какие-то... Ну это не только у нас, я знаю. Вот Лена тоже говорит, что у нее такая же штука. И многие блогеры жалуются. Ну возможно нужно просто обновить подписку как-то так. Все, мы приехали. Уже заехали в отвор. Так что я сейчас побегу уже на пары, могу прийти домой. Я тебя заберу, да? Ну или... А, ты мне напишешь, да? Хорошая команда. Чао-хем, пока. Я там танцевать пошла. Машка ушла на пары, я уже приехала домой. Домой ехала 30 минут. Туда ехали 20 минут, а домой 30. Потому что в другую сторону была пробка. И только что в Инстаграм зависла, ну в машине под домом уже люблю я посидеть в машине и позависать в телефоне. Наткнулась на рекламу про нервующиеся колготки. Вот, вот, вот. Ну не знаю. Ну так же прикольно показывают, засовывают в колготку в, 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 блин, как? Ну, короче, в одну эту лосину. Яблоко разрезают керамическим ножом пополам яблоко, а колготка остается... Внутри яблоко разрезано, а колготка остается целая. Я уже просто столько в Инстаграм покупала всякой хрени, которая выглядела классно, а на самом деле была хренью, что еще раз я на это повестись не могу. Я уже буду полной дурой, если я третий раз, уже два раза была, третий раз куплю что-то в Инстаграм, и это будет разводняк. А вы покупали нервующиеся колготки? Мне просто интересно, это реально работает так или нет? Ну, такое видео красивое! Я, правда, колготки ношу. Мне как бы они не надо, а Маше надо, наверное. Сейчас пойду домой, проведу прямой эфир, в прямом эфире проведу тренировочку, разомну мышцы. Маша там у себя занимается, я дома позанимаюсь. Потом поеду снова за Машей, если будет дождь, а скорее всего он будет. Ну и как вот это мне выйти? Не сильно глубоко? Блин! Лифт прямой в гору. А у нас в грузовом лифте повесили зеркало, его не было. Теперь Маша на сториз еще и с этого зеркала. Ой, сделали потолочек. Тоша! Тоша! Я зашла, он чирик, чирик, сейчас я выпущу попугаев. Они должны полетать. Гулять! Да, давай, иди сюда. Тошик! Лапа! Да, да, крылья размять надо. Быстро-быстро летаем. Быстро-быстро! Лайма, выходи. Привет! У меня улитка снесла яйца. Снова. Их штук 300. Я думаю, вы хотите посмотреть. И кто из вас это наделал? А? Признавайтесь. Чьи вот это? Чье богатство? Смотрите. Как это помещается в одной улитке? Ну как? Здесь помещается полстакана яиц. Реально, полстакана. Это твои дети? Посмотрите, каких много. Под прошлым влогом спрашивали, будем ли мы продавать яйца улиток наших. Будем. Заходите по ссылке в наш интернет-магазин. Ваша прелесть. Ссылочка под видео. Отправим по Украине. Помните, в начале влога Маша сказала, что она сейчас будет застилать кровать и как бы некуда спешить. А кто это тут у нас однорогий побег устроил? Этого поймала на столе. Этот вот вылазит. А ты куда собрался? Ты вообще мне тут полквартиры съешь, если вдруг решишь убежать? Вышла и опять забыла мусор. Уже с утра один раз хотели вывезти его и снова забыла. Решила вернуть. У меня такая болезнь. Я всегда возвращаюсь, когда закрываю двери, постоянно возвращаюсь. То ли за мусором, то ли за расческой, то ли за телефоном, то ли за чем-то еще. На улице продолжается дождь. Хорошо, что у меня есть машина. Как я люблю свою машину. Кстати, буду менять. Никак не определюсь на какую. Пришла я тут и застала такую картину. Что это за неваляшка? О, может ты нам покажешь, как надо растягиваться? Я говорю, может покажешь нам, как надо растягиваться? Вот так вот. А что это за приспособление такое? Только что рассказывала, что у нас вылупились яйца улиток новые. И улитята еще есть, чтобы заказывали на вашу прелесть. Вот так Маша принимает заказы на вашу прелесть. Когда вы ей там будете писать, знайте. Лежит она сейчас примерно в такой позе. Давай снимем отдельное видео про растяжку. Давай. Видео про растяжку будет в отдельном видео скоро на канале. Ну? Ну что ж, мы сняли видео про растяжку. Маша ползет в раздевалку переодеваться. Просто я уже себе две пары отработала, поэтому тяжеловато дома. Ну ничего, потом дома будешь на мне показывать в прямом эфире, да? Чтобы вы не говорили, что я на него жопа и ничего не делаю. Я так шесть раз в неделю занимаюсь, поэтому мне можно на воскресенье ничего не делать, а просто снимать стрим. Видео про растяжку будет в отдельном видео скоро на канале. Реальная мамуля. Я, конечно, нереальный батя и сделала бутерброд раза в три меньше. А он только с сыром? И с маслом, и с солью. Но чем я не реальная мамуля? Мне не влезет только в рот. Мы сейчас проверим. А, ну да, да, зубы мудрости, я понимаю. Ну, тогда делись со мной. Там масло, посыпанное солькой и сверху сырок. Это лишний кусочек хлеба я просто накрыла ним и для объема, чтобы быть более реальной мамулей. Не сутулься. У меня сейчас очень не надо сутулься. Да. Она занималась. еле увела со спортзала. Там сказал, извините. Крутила пюре это, держала равновесие и говорила не снимай. Потому что плохо. И я не снимала. Плохо. Она недовольна собой. не снимала. Мой набор в этом пакете. Тухи такие же как дома, чтобы когда пришла иду на пары пшикнула с собой не тащить, тут лежат такие же пшикнули, пошла дальше. газовый баллончик. Просто пришлось достать, потому что места в сумке не было и надо обратно положить. ручки. Ручки это тоже выложила, они мне завтра понадобятся. Прокладки, тампоны, салфетки. Это то, что у тебя в Таннише руди. Это то, что у тебя тут хранится? Да. Не, но еще у меня целый шкаф с вами. Это твой шкаф? Да. У тебя тут порядок? Да. Кто бы сомневался? Пахнет нормально, интересно, не постирать, но... Нет, собираю постирать. Кто бы сомневался? Давай, Маша, у тебя получится. Мы не можем выйти. Нас замуровали. Ну, как это? Аня, а у нас тут двери не открываются. Маша, просто надо сильнее давить, что, сил нет? Я просто, я шмарлю, по каждому не пролоку эти двери обычно открываются. они просто раскисли сыро, сыро дождь. сомневаюсь. И сомневаюсь. я молодец что взяла бутерброды мы сейчас едем в магазин продуктовый будем еду покупать домой много повтори так что может больше сварить он пикает хочешь бы я уехала и что явно нам по сигналю мимо про их забыл флирт странный флирт ну ты хочешь сварить борщ вот интересно в чем разница не знаю вообще не поняла начнем надо купить мясо мне кажется мы были наваристый его дольше варю мне кажется на среднем огне он томится дольше это еще зависит от породы буряка мы приехали в городок и пози городок это торговый центр хватит петь я знаю что ты ходила на вокал но это не значит теперь нужно ходить и петь что маша хочешь такую штуку случилось дорожкам тропинку ну да вот тут по магазину можно хорошо нет плане от остановки к остановке от дома к остановке мне нравятся модные штучки вот эти типа моноколесо электро очень многие сейчас реально люди в киеве на них ездят типа от дома к остановке между остановками может на работу даже прям сразу далеко это очень круто что неудобные большие на них принципе я так понимаю довольно легко ездить и плюс ко всему их удобно типа сложил короче педальки взял в руку я тебя просто вижу как такое колесо типа я увидела щит капитана америки смотрите ты когда ты видишь все такого расстояния щит капитана америке блин чувак там какой-то идет сейчас подумать что его снимаю да потом вы видите вы видите вы видите я вижу а маша сломала зеркало неправда был свет такой красивая теперь она выключила и вот включился а я починила а вот смотрите какое зеркало какой интересный продукт наверно вредный и привредный ну красивый блин а это с черной типа икрой тихо тихо вот для чего нужны большие тележки мы тут уже с затарились овощами не знаю куда это буду все засовывать кукурузки подкупили помидорчика всяких морков нет а посмотри вот туда это с креветкой я помню маша замерзла но маша подошла в тоненькой курточки а я в теплой пиццу вот там делает нашу пиццу вот она наша нет не наша маша смотри режет нашу пиццу спасибо за мясом в новость поедем да я не пойду либо тут либо борщ без мяса она там воняет мясо все я не могу там неприятный запах я тут уже покупала сыр мне тоже он не нравился по запаху помнишь чем это закончилось и вот тут да нет я нет я не хочу рисковать не очень неприятный запах у фу фу борщ без борща ходит без мяса она лежит на витрине ну шо мы скупились маша довольная с пиццей говорит к машине наверно она не дойдет до машины пицца смысле источки хочешь это уже маша уже пристегнулась приготовилась есть пиццу нет мы будем не улететь от удовольствия я тоже буду пиццу вас издаст мне с помидорчиком да мне так бицуха устала пока тащила я пиццу да ой а салфеточек нам не дали не нихт а найн ну так сидим и едим пиццу если бы еще потеплее сделать пиццу в машине теперь они тебя будут потыкать а потеплее сама холод просила бла 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 наслаждайся тебе да да это я так тебе тебе буду говорить конечная станция я поела теперь хочу спать очень сильно а кто будет борщ варить а я даже не хочу сейчас борщ и знаешь что хочу мы же купили вот тут икру икру купили и рыбку купили давай картошечку пюре да сварим отлично шо Маша ты заказывала чтобы было тепло холодно я не ветер заказывала я просто температуру ниже заказывала а так не бывает ты заметила что у нашей мировки я на первый раз зашла в этот лифт я просто так обосралась здесь ты это видела это ужас ты думала это кто то стоит да а я зашла не испугалась наоборот подумала о класс теперь у Машины сториз будут и из этого лифта тоже лифта да я всегда в том маленьком проехаться мне захотелось телефон вот туда да все страхи сбываются знаешь мама чистит кукурузу захотелось в конце лета вернее в середине осень кукурузки что-то она какая-то странная она сырая да точно тут она такая запечатанная смотри тут вообще полуэтом смотри каких я отрезала о тут хорошие смотри подписывайся на канал В.Виктория 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 в.Виктория